всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот только что рассказывала про монгольского карлика старалась заступиться за него когда говорят что он не очень хороший не очень вкусный я сказала что каждому томату у нас свое предназначение и вот сейчас я расскажу о самых крупных томатах для открытого грунта ну конечно не обо всех а вот именно тех которые сейчас у меня в данный момент на разделочном столе мы все знаем что какие-то томаты у знаем что все крупноплодные они очень вкусные они обычно позже спеют вот в первую очередь конечно поспеет монгольский карлик и все там которые вот про которые я говорю там мастер академидов но есть томаты которые мы ждем все лето которые возревают поздно но очень очень вкусные и мы живем в таком регионе вот я живу в сибирском регионе половина россии у нас таком регионе в котором крупноплодные томаты не успевают возревать в открытом грунте не все сорта я сейчас расскажу вам о тех сортах которые специально для открытого грунта которые специально для проблемных регионов которые прекрасно возревают в открытом грунте и можно получить плоды огромные по весу вот это вот тяжеловес сибири 700 800 граммов на 500 то почти всегда вот это тяжеловес сибири розовоплодный розовый и вот этот берстский крупный сейчас о каждом отдельно вот смотрите про берстский крупный в прошлом году на улице у меня был подробнейший обзор я вам показывала его и я говорила что этот сорт специально для открытого грунта что у него в теплице даже хуже результат получается чем в открытом грунте урожайность снижается именно его нужно выращивать на улице и ой потекло и на обзорах вы видели что он весь улеплен огромными плодами вот так вот он выглядит на разрезе интересный такой разрез многокамерный томат они хорошие они мясистые крупные но самое конечно большое достоинство это то что для выращивания такого томата теплица не нужна он детерминатный он метровый рост не очень большой и он успевает вызреть сейчас я попробую его вот эти у меня они не сильно спелые а когда они поспелят видите расползается вот этот малиновое такое зарево он будет прям внутри такой ярко розовая мякоть он еще не очень сладкий будет сладче но он уже более сладкий чем монгольский карлик который я сейчас пробовал который полностью спела спелый поэтому я всегда говорю что монгольский карлик как бы он не был хорош он все равно уступает вот этим вот крупноплодным все вот бердский крупные запомните в огороде в открытом грунте вызревает прекрасно плоды по 500 по 600 граммов детерминатно его не надо прищипывать и для сибирского региона для всех холодных регионов у кого короткое лето идеальный вариант специально для улицы он еще один сорт который для улицы это тяжеловес сибири тяжеловес сибири наверное ведь мой видели вы всякие фотографии вот такой вот он как ботяня сердцевидной формы но от отличается тем что ботяне он высокорослый и позиционируется как для теплиц а тяжеловес сибири именно сорт для открытого грунта и он детерминатный он метровый метр ну метр двадцать может быть плоды дает такие же огромные розовые как ботяне вот это вот уже последующие ясно что это не первые плоды потому что не попадался раньше он не под видео обзор под руку конечно мякоть хорошая розовая но это вы видите что еще не дозрелые у меня у меня переспелых нет я потому что сейчас снимаю все уже которые созрели и не созрели вот такой мясистый сладкий если дождетесь полностью полной биологической зрелости когда исчезнет вот это пятно то будет прекрасный сорт два сорта которые могут выращивать даже жители огородники регионов с холодным летом с коротким летом с неблагоприятным условиями это бердский крупный и тяжеловес сибири конечно сюда же можно отнести любимый праздник он тоже очень крупный тоже для открытого грунта идет идеально вчера вот бабушкин секрет уже правда порезала весь 700 800 грамм вызрел тоже в открытом грунте сортов для открытого грунта есть много но нужно обязательно если у вас нет теплицы нужно обязательно подбирать тщательно сорта и тепличные сорта желательно на улицу не высаживать которые очень крупноплодные они у вас просто-напросто не успеют созреть придется снимать их зелеными но вот эти два сорта точно вызревают вот я их сняла сейчас с улицы все они созрели и это уже не первые потому что первые созрели еще раньше все пожалуйста вот у кого проблема нет теплиц холодно эти сорта вас могут вырочить 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 эти сорта вас могут вырочить